здравствуйте уважаемые товарищи сегодня будем паять для развлечения будем собирать вот такое вот мигающее сердечко я приобрел его на али экспресс смотрите ссылку где купил под видеороликом здесь у нас белые диодики на сердечке здесь у нас будут красными я выбрал для пайки белые диоды приходит это нечто в разобранном виде это кит для сборки сейчас мы высыпем посмотрим как видите здесь у нас есть диодики еще какие-то элементы транзистор наверное потенциометр вижу какая-то микросхема вот сейчас мы все это высыпем я вам покажу что в этом пакете находится но для начала покажу что нам потребуется для сегодняшнего урока нам потребуется универсальный обезжириватель парочка тампонов потому что плату когда мы вытащим из пакета мы будем ее чистить для того чтобы хорошая была адгезия далее нам потребуется паяльник я использую паяльник с постоянным напряжением питания температура 330 градусов обычный самый припой куплены на алиэкспресс проволока с канифолию диаметром 1 миллиметр вот такие вот специальные удерживающие крокодильчики плату не будем зажимать очень удобно чтобы это все было не на руках вот бокорезики потом подкусываем и у нас здесь есть еще с вами ребята прибор для того чтобы можно было измерить сопротивление этих элементов питания у этих резисторов господи я уже не помню цветовую маркировку резисторов на плате на самой здесь подписано они но сами номинал и не помню поэтому будем определить с помощью этого прибора а также прибор потребуется для того чтобы определить направление полярность светодиодов можно также использовать для этого просто обычную батарейку типа как вот у меня там и блазера cr2032 ребят ну что же высыпаем высыпаем давно и ничем подобным не занимался как видите смотрите здесь такая достаточно миниатюрная плата в виде сердца вот то есть я не сказал самом начале ребят что это изделие это будет мигающее сердце здесь подписаны у нас все элементы все светодиоды я не буду специально проверять соответствует ли указанная здесь маркировка полярности требуемой соберем как есть этот конструктор как будто я обычный обыватель да мы сейчас соберем а потом запитаем схема очень простая посмотрим будет она работать или не будет но эту сторону платы вот я надеюсь уже рассмотрели смотрим противоположную изготовление естественно здесь все заводское вот микросхема все подписано какой стороной вставляю но вообще то есть все идеально сделано бери да паяй значит по элементе компа элементе там что здесь у нас есть микросхемка здесь у нас есть я здесь не вижу этот таймер нет не таймер в м 358 в м 358 ребят смотрите на ваших экранах картинка что это за микросхема у нас также здесь у нас есть какой-то трехмножечный элемент что это у нас такое наверняка какой-то транзистор на нем написано с 8050 тоже ребят на экране прям сейчас смотрите картинку что это за радиоэлемент также здесь у нас самые обыкновенные диодики давайте проверим белые ли они так я прям батарейки проверяю но как видите да он горит белым цветом каждый порядке будем даже если какой-то здесь не белый да и бог с ним потом что здесь у нас есть ребят с вами кнопочка включения выключения питания есть один электролитический конденсатор какой-то совсем мелкий конденсатор на 15 вольт 47 микрофарада здесь написано вот и здесь у нас в комплекте идет потенциометр а также несколько резисторов с мощностью рассеивания 025 ватта ну собственно говоря и все ребят давайте протираем плату и приступаем к пайке повторюсь обезжириватель самый обыкновенный универсальный можно растворителем при необходимости на всякий случай плату лучше вы вытереть чтобы к ней все лучше прибавилось и прилипало делать это всегда также скорее всего после припоя придется мыть эту плату потому что она будет липкая и неказистая все готово ребят и так значит начнем с диодов с припаивания диодов для начала нужно понять полярность какая не знаю видно вам или нет внутри корпуса диодом прозрачный есть такая массивная часть один контакт массивный второй менее массивный и внутри вам здесь плохо видно я вам сейчас смотрите на экранах покажу картинку в более увеличенном виде ножка которая подходит к менее массивному контакту ребят она у вернее более массивному она короче ну чтоб легче было запомнить для этого есть два простых способа проверки полярности диода берем обычную батарейку вот она в таком положении горит как вы видите светодиод светится что мы видим что я более короткому контакту приложил минус батареи к более длинному плюс соответственно соответственно полярность вот таким образом легко определить то есть ток будет грубо говоря протекать от короткой площадки к более широкой то есть от длинной ноги к короткой ноге соответственно берем плату берем плату и более длинной ногой вставляем в основание ну в основании в широкую часть диода нарисована вот таким образом вставляем все потом запаиваем если ребят у вас нет батарейки батарейки с собой а полярность диодика все равно нужно определить можно воспользоваться обычным прибором как вот у меня флюк до домашний прикладываем при переставляем прибор в режим измерения здесь вот написано диода также может помочь режим измерения вот прозвонка режим есть такое или измерение сопротивления тоже он поможет берем диод берем диод зажимаем его в щупы и смотрим светится он или нет если он не светится меняем его наоборот полярность меняем и прикасаемся щупами видите вам не знаю видно или нет атаку трогаю что быть видно диод слегонца светится если в таком положении он светится то тот контакт которому я прикладываю красный щуп является плюсом то есть этот контакт плюс ставим в основании диода то есть вот так вот смотрите на картинку я вам показываю что раз полярность диода гдеом его можно сказать плюс или минус если так можно выразиться вот то есть предыдущий эксперимент батарейкой подтвердился более длинная нога это как бы плюс диода если так можно выразиться определившиеся полярностью диодиков буду стараться держать так вот ребят чтобы вам было поменьше видно моей руки побольше было видно плату определившись полярностью начинаем предварительно устанавливать диодики. Еще раз, длинная нога это плюс. Начнем отсюда. Вставляем в отверстие вот сюда. Вот я первый вставил. И с обратной стороны немножечко их разгибаю, чтобы они не выпадали. Так не очень корректно делать, но я так буду делать, потому что так упрощает значительно работу. Берем следующий диодик, опять же, соблюдением полярности. Вставляем его сюда. Ну, как вставляю каждый, не буду вам показывать, друзья. Сейчас я все установлю и в итоге покажу, как у меня получилось. Установку диодиков, ребят, я закончил. На самом деле, здесь нужно смотреть, как удобнее, в какой последовательности паять. Ну, вот я решил в такой последовательности, если вы сначала припаяете микросхему и резисторы, то, наверное, хуже от этого не будет. А может быть, даже и лучше, потому что вставлять резисторы гораздо удобнее, если на плате не припаяны по периметру диоды. Но это не столь важно. Переворачиваем с другой стороны. Вот здесь такой колхоз, как вы видите. После пайки мы это все подкусываем, все будет красиво. И, как вы видите, китаец был добр и положил нам 4 запасных светодиода. Ну что же, переворачиваем и приступаем к припаиванию диодов. Перед припаиванием диодов места спайки наносим сюда флюс паяльный. Прямо на каждое место наносим. У меня вот дома есть только в наличии только такой в виде шприца. Вот, с него не очень хорошо вылазит он. Нужно было что-то жидкое, более жидкое взять и помазать заранее. Но будем делать, чем есть, скажем так, ребят. Поэтому мажьте, чем есть. Канифолиум пользоваться вам не рекомендую, все будет грязно. Ну и так, каждый контакт смазываем. Я не буду показывать это на видео, просто сейчас возьму и каждый контакт смажу. Каждый, каждый контакт буквально смазываем. Пайка будет значительно облегчена у нас после этого. Ну все. Теперь можно паять, ребят. Паяльники разогревают до 300, где-то 10 градусов. Вы слышали, он пикнул. Вот. Ну, для меня практически выявлено, что это самая оптимальная температура. Ну, начинаем припаивать, ребят. Потихонечку все припаиваем. вот этот плохо припаял. Вот, ситуацию исправили. как видите, с флюсом и чистой платой паяется все очень даже быстро, я бы сказал. Не обращайте внимания, мне трясутся руки. так должно быть. Ну, реально, я вижу, здесь мне совсем близко. Припаивается все достаточно просто и легко. О, само обтекает места припаивания. Продолжаем паять. Вот этот не хочет почему-то смачиваться. как видите, одно сплошное удовольствие, скажем так, паять. Здесь дип-монтаж, не смд, поэтому детали достаточно крупные и, в принципе, моим паяльником подлезть можно. Хотя уже, конечно, зрение не то, как было раньше. Раньше даже, помню, смд пробовали паять. Сейчас, конечно, я уже смд не стал бы паять, потому что то видно плохо, то еще чего-нибудь. Вот. Вот половину запаяли уже. Продолжаем дальше. Чуть-чуть развернул другой стороной, потом пусики откусим и допаяем там, где в серединке мне было неудобно совсем паять. Кто смотрит ролик, ребят, не с самого начала, мы сегодня развлекаемся и собираем кит-набор. Это мигающее сердечко вот из светодиодов. Кстати говоря, этот кит-набор можно использовать в качестве обучения первоначальным базовым навыкам пайки, если бы там ребенка своего сдубали научить этому делу. Паяется, еще раз повторюсь, вообще на ура. Плата чистенькая, прилипает овово. Я просто подношу паяльник, и у меня автоматически овово облепляет место припаивания. Ну вот, еще немного. Осталось совсем немного. Вам должно быть видно, я стараюсь руками не загораживать экран. Так, осталось немножко, буквально два диодика. и с припаиванием светодиодов у нас будет закончено. Как и говорил, к этому тяжело подлезть, мне хочется к нему подлезть, не откусывая ножки. Вот я нашел удачное место, чтобы припаять. Все-таки сейчас сначала припаяю все, а потом откушу. Не хочется не доделывать. Ну все, ребят, смотрите, я припаял все светодиоды. Сейчас мы возьмем бокорезы и пооткусываем все эти ножки. Откусываем ножки. естественно с откусыванием никаких проблем нет. Но не буду показывать, как я всех откусываю. В общем, откусываю, продолжаю дальше паять, ребят. Как видите, ребят, я все припаял. Ножки все откусаны, вот они, пожалуйста, перед вами. Не рассыпьте их на пол, потому что потом наступите ногой и пожалеете об этом. Значит, диодики припаяны. Далее, далее, ну давайте впаяем сюда резисторы, пока нам микросхема не сильно мешает их припаять. Номиналы здесь все подписаны, 10 килоом и все остальные по 47 килоом. Три скрученных вместе, я так понимаю, это 47 килоом, мы обязательно это проверим и есть еще какие-то три отдельно лежащих резистора, я так подозреваю, что это 10 килоом и 22 ома и плюс наверняка здесь какой-то запасной, потому что резисторов всего по схеме 5, а я вижу в наборе у нас 6 штук. Давайте найдем нужный. Итак, берем прибор, режим измерения сопротивления, берем вот эти вот три резистора, которые вместе были спаяны, ну, не разделены еще в упаковке, извиня, измеряем. 43 килоома, ну, а 44 показывает, ну, 44-43, достаточно большой номинал, это у нас будет три нижних резистора, которые подписаны как 47 килоом, откладываем их отдельно, далее, далее берем следующий резистор, измеряем сопротивление, это 22 ома, кладем его отдельно, чтобы ничего не перепутать, так, и у нас еще 10 килоом должен быть резистор, проверяем номинал, так, 94 килоома, это что-то очень большое, даже не знаю, уберем его вообще в сторонку, вообще прям в сторонку уберем, потому что такого номинала на схеме нет, еще один и еще один измеряем, а вот этот 10 килоом, ну 9,7 килоома, можно сказать 10, кладем его в правую сторону, итого 47, 22 ома и 10 килоома, резисторы у нас, ребят, нашлись все, начнем с припаивания, 47 килоом, я прямо беру, так в наглую отрезаю у них бумажку, с которой они склеены, вот 47 килоом, загибаем, или формуем, как правильно называется, принцип такой же, вставляем в отверстие, он даже без загибания ножек с другой стороны не хочет выпадать, но я ножки все равно раздвигаю, чтобы он там надежнее держался, далее берем следующий, загибаем, я пока крупного не показываю, будем показывать, я покажу уже после того, как вставлю, ребят, потому что здесь неудобно совсем, совсем неудобно, очень мелко, вот, и еще один резистор на 47 килоом, руками формую его, и устанавливаю в монтажное отверстие, в принципе, особо-то и диоды припаянные ранее не мешают, поэтому если вы начали паять в такой же последовательности, как я, то, ребят, у вас все получится, как можете видеть, эти диодики у нас с этой стороны, возьму в руку щуп, ручки нет, вот они, раз, два, три, 47 килоома, переворачиваю, вот они все сидят, один я вставил, не соблюдая, как бы, направленность колечек цветных, да, как правило, когда паяют, ну, стремятся, чтобы было какое-то единообразие, единоподобие, чтобы цвета, если резистор одинаковый, начинали с одного цвета, но я не придал этому значения, вот ну, как есть, далее у нас идет, ребят, резистор 22 ома, вот в этой части, берем его тоже сюда, вставляем, 22 ома, вот он, наш резистор 22 ома, откусываем у него, части проводников, загибаем, не знаю, вам видно или нет, резкость, как там в камере, говорите, если резкость плохая, я буду регулировать ее, и, вот здесь подписано, место, куда нужно вставлять резистор, 22 ома, его сюда и, устанавливаем, конечно, здесь все мелко очень, 22 ома, и загибаем его, ребят, потому что так, повторюсь, он здесь крепче держится, так, и остался один резистор, мы его откладывали отдельно, это 10 килоом, ребят, вот он отдельно лежит, это 10 килоом, также у него откусываем, кончики проводников, сгибаем его, формуем, и устанавливаем его сюда, вот в монтажное, отверстие, где он у меня, вот он, и здесь его загибаем, если вы, ребят, все сделали правильно, как я, то у вас получится примерно вот так, смотрите, вот как вам видно, не видно, показываю эту часть платы, и показываю вот эту часть платы, далее, ребят, берем, флюс, и наносим его вот сюда, силы не хватает надавить пальцем, наносим его вот сюда, не бойтесь надавить лишнего, все лишнее, потом можно будет, растворителем смыть, в принципе, мы так и поступим, потому что после пайки, плата будет, грязной и липкой, все, я нанес флюс, и теперь можно просто взять и припаять, как просто, да, раз и все, вот припаяли один, припаяли второй, третий, далее разворачиваем так, потому что удобнее, и припаяем в противоположную сторону резистора, кстати, в предыдущем фрагменте, я называл их диодами, извините, так, 47 кОм, припаяно, кстати, в процессе пайки, обратил внимание, ребят, что все-таки здесь, элемент 100 кОм есть, вот он, я сейчас эту ошибку устраню, тот элемент, который, резистор 100 кОм, который я посчитал, что он будет нужным, он совсем, оказывается, вернее лишний, он не лишний, он нужен, ребят, вот я его сюда устанавливаю, сейчас мы его так же, подмажем здесь флюсом, вот, и допаяем, допаяем, все-таки резисторов здесь, ну, точное количество, а не с запасом, как я предположил, просто сразу не увидел на плате, еще одно посадочное место, продолжаем паять, так, и, по-моему, только в одном месте я не припаял, это вот здесь, проверяем, это припаяно, это припаяно, это припаяно, если вы все сделали правильно, ребят, то у вас после пайки резисторов, будет плата выглядеть следующим образом, со стороны пайки, и с лицевой стороны, сейчас эти усики, откушиваем, ну, и, ребята, я вам показываю, как выглядит плата, после того, как откушены усики, у элементов резисторы, после пайки, у вас плата должна выглядеть, вот так вот, как у меня, далее, припаиваем микросхему, ну, здесь все так же очень просто, у микросхемы здесь есть, как вы видите, у любой микросхемы, точка, метка, которая обозначает, нумерацию на микросхеме, на микросхеме, обычно возле первого контакта ставится, соответственно, на плате на этой, где мы будем паять, эта метка тоже есть, ошибиться невозможно, устанавливаем туда микросхему, возможно, вам придется немножко подогнуть контакты у нее, чтобы она хорошо влезла сюда, ну, что же, давайте, я попробую ее установить, извините, что загоражу вам икра своими большими ручищами, но у меня не сразу получилось ее установить, вот сейчас получилось, все, микросхема установлена, вот у меня немного липкие руки после флюса, дальше что делаем, контакты микросхемы мы, естественно, откусывать не будем, дальше мы смазываем флюсом каждый контакт микросхемы, можно было помазать всю плату, но я так не захотел, вот, мажем флюсом, вам должно быть видно, я снимаю максимально крупно и проверяем на всякий случай, микросхема вставлена корректно и припаиваем ее уже намертво, у нас нет шансов на ошибку, у нас нет шансов на ошибку, ребят, также изумительно появится микросхема, с флюсом и чистой платой, вообще прилипает на ура, все, отлично, микросхема припаена, ребят, далее, ребят, берем конденсатор, конденсатор здесь электролитический, поэтому у него есть полярность, поэтому нужно припаять с соблюдением полярности, слава богу, на плате здесь все подписано, все просто, плюс на плюс, минус на минус, устанавливаем его в монтажное отверстие, вот он встал здесь элементарно, и чуть-чуть загибаем усики с обратной стороны, чтобы он у нас, ребят, не выпал, а также сразу устанавливаем потенциометр вот сюда, опять же, отверстие здесь все есть, промазать и поставить как-то его наоборот, чем нужно, не получится, вот, ну потерпите, я чуть-чуть еще вам загорожу экран, своими пальцами, вот, ну, Сережа, давай старайся, что ж ты, Сережа, своими ручищами, ешь, шкин кот, так, придется поставить на паузу, не получается у меня запихать, ребят, извините, вот у меня получилось, вроде бы, да, получилось, я запихал, видите, у меня у Сережи, со временем выросли руки, и пальцы превратились в какие-то просто, я не знаю, что вот такими пальцами можно теперь делать, ну, все что угодно, но только не паять, мне кажется, дальше, ребят, смотрите, сразу, пока все вставлено, смазываем флюсом, вместо пайки, вот я смазываю, через шприц толкаю потенциометр и два контакта конденсатора, все это дело кладем на стол, как видите, кстати говоря, мне не пригодились мои вот эти вот крокодильчики-держалочки, паяю просто, в принципе, на столе, так, припаяли один контакт потенциометра, второй, паяется просто вообще изумительно, на прикосновение на одно, вот я припаял конденсатор, нет, еще не припаял, вот теперь припаял, лишнее откусываем, ребят, опять, берем щипчики, ну, в смысле, откусываем только в данном случае у конденсатора ножки, все, если вы все сделали правильно, ребят, как я, со стороны пайки плата у вас будет выглядеть вот так, и со стороны деталей плата будет выглядеть вот так, в принципе, ребят, мы подходим к концу, осталось припаять кнопочку, вот она кнопочка, значит, на кнопочке есть здесь вот сбоку отметка, и есть отметка здесь на плате, поэтому перепутать, опять же, невозможно, и транзистор, транзистор, здесь тоже перепутать невозможно, поскольку здесь нарисована его форма, можно, конечно, проверить, но давайте устанавливаем монтажное отверстие, вот я установил его сюда, все держится, и давайте сразу установим кнопку сюда, ребят, кнопку, один контакт у меня здесь немножко погнут, я его сейчас выпрямлю, вот, устанавливаем кнопочку, ребят, сюда, все, она влезла идеально, она влезла идеально, соответственно, начинаем паять, ну, а перед пайкой, естественно, нужно это все дело смазать, берем опять пасту паяльную, смазываем, берем паяльник, я прямо из рук не вытаскиваю кнопку, потому что она так и хочет у меня выпасть, припаиваем один контакт, чтобы она там зафиксировалась, второй, все, пока можно отпустить ее, и смазать еще транзистор, как я понимаю это, я снимаю видео, не подготовившись, поэтому точно, что это за элемент, я не знаю, какой транзистор, я в процессе создания видео вам покажу картинку, как вначале я вам показывал, так, ну, а сейчас просто, ребят, припаиваем, и все, как все остальное, припаяли, и осталось припаять кнопочку допаять, все, если вы все сделали правильно, ребят, у вас получится вот точно так же, как у меня, здесь припаяно все, кроме проводов питания, ну, провода питания мы сейчас напаяем отдельно, они вставляются отсюда сверху, и продеваются на обратную сторону, мы сейчас это с вами сделаем, далее, ребят, у меня есть два проводка мягких, здесь подписаны точки припаивания питающего кабеля, правый это у нас отрицательный, левый положительно, не могу вставить, толстоватая жила, что ли, либо руки у меня толстоватые уже, ребят, слишком сильно, похоже, что второе, потому что я красный провод вдел легко, и вставляем сюда черный, вот я их вдел, вот они с обратной стороны торчат у нас, значит, здесь с ними все делаем то же самое, смазываем их и припаиваем, ребят, все просто, все припаено, после того, как вы, ребят, припаяли провода, здесь я видел в ролике, в магазине на Алиэкспресс, там в целях рекламы выкладывали ролик, эти провода потом брали и как бы запихивали в обратную сторону, здесь вот есть под проводами, не знаю, вам видно или нет, отверстия, вот они, отверстия, но у меня питающий провод достаточно толстый, достаточно толстый, поэтому я не буду делать этот номер, пытаться его запихать на обратную сторону платы, я вот так вот мимо, ну между диодиков, скажем так, продену, да, чтобы вам просто показать, ну а теперь что, ребят, теперь мы берем источник питания, здесь у меня крокодильчики, на источнике питания у меня выставлено напряжение 4,9 вольта, можно напряжение от 4 до 6 вольт, берем, берем наши проводки, да, скажем так, и соблюдением полярности подключаем питание, черный минус, красный плюс, плата не светится, не светится плата, но, подождите, может быть, надо ее просто включить, здесь есть кнопка, нажимаем ее, щелчок, и вы видите, смотрите, я выключаю свет, она чего-то там даже мигает, давайте сейчас возьмем отвертку маленькую и попробуем покрутить потенциометр, я пока свет включу, потом свет выключим, мы посмотрим, как это все делает, у нас горит в темноте, берем отверточку, как бы так стать, чтобы вам не загораживать обзор, берем отверточку и начинаем крутить, ярче, да, вроде бы горит, крутим в другую сторону, крутим в другую сторону, вообще не горит, давайте выкрутим в противоположную сторону, как было у меня, вот, сейчас максимально ярко горит, как я понимаю, чистоту так просто здесь крутилкой никак не выкрутить, вот, какая здесь чистота, ну, где-то 2 Гц, наверное, то есть, раз в 2 секунды, раз в 3 секунды, может быть, горит, давайте выключим свет и посмотрим, как оно светится, ну, идет имитация пульсации сердца, свет диодов медленно нарастает до максимального яркого и потом также плавно тухнет, ребят, я включаю назад лампу настольную, вот, можно даже чуть-чуть, мне кажется, убавить, потому что сильно ярко, да, давайте вот так попробуем, я немножко убавил, раз, два, три, ну, раз в 3 секунды, достаточно редко мигает, можно было, конечно, побаловаться там опорным конденсатором и резисторами изменить частоту, вот, ну, я уже не буду этого делать, цель достигнута, вот, плата работает, у меня еще осталось в наборе плата, в которой красные диоды, я собирать ее уже не буду, может быть, потом, когда захочется, поэтому, ребят, на этом все, обязательно пишите комментарии, задавайте вопросы, может быть, вы хотите, чтобы я приобрел и снял сборку какого-то другого кита набора, они есть очень разные, есть звуковые усилители, мигалки всевозможные, мультивибраторы и так далее, чего только нету, слава богу, Китай нас этим снабжает, это очень удобно, это очень удобный набор для обучения детей, еще раз повторюсь, это очень удобный набор для обучения детей пайки и вообще, в принципе, радиотехники, поэтому, кому понравилось, ставьте лайки, а на этом все, пока!